Всем салам из солнечного весеннего Ташкента, друзья! Вот мы сейчас по локации, это улица Катахер-Монтейпа. Слева 26-й квартал, справа 2-й таксопарк. Вот смотрите, какая сегодня чудесная погода. Ну вот вечерами дожди, а вот с утра, смотрите, вот так солнце светит. Вот мы сейчас заезжаем немножко на территорию таксопарка. Ну, я здесь развернусь, потому что надо было ехать обратно. В общем, эту территорию сейчас газозаправку сделали. И вот где мы сейчас видели, там очень много мастерских, автомастерских. И здесь вот справа тоже по улице, тоже автомастерские. Вот слева 26-й квартал, погода прекрасная. Ну, а вот дальше вот здание справа, это вот учебный центр. Ну, какой-то то ли школа, то ли, ну, там, языки, в общем, программирует. Ну, вообще все. Сейчас это тренд у нас в Узбекистане. Везде-везде вот такие вот обучающие учреждения. Ну, а мы сейчас развернемся и поедем в сторону Назарбек. Вот такая вот в апреле погода. Этот ролик был сделан 5 апреля. Мы сейчас вот подъезжаем к перекрестку кинотеатра Ватан. В общем, здесь сходили трамваи. Вот здесь 17-й. Вот он поворачивал направо. Ну, вот оно. Здание кинотеатра Ватан. Там тоже идут ремонтные работы. И, наверное, будет тоже какой-нибудь супермаркет. Или торговый центр. Можешь кинотеатр еще его остановит. Ну, а мы едем вот по улице Катаха-Монтепа, бывший султан Сигизбаева. Мы сейчас проедемся между 21-м и 22-м кварталом. Мимо Подмосковной сперва. Потом проедемся по улице Фазылтепа. Где был, где есть Хакебьят Учитыпинский. Смотрите, какая погода. Почти что лето пришло. Ну, вот 7-го апреля. Немножко похолодало. Дождливо было. Тоже есть ролик. Потом я ее выложу. Ну, а мы пока поедем. Так, это вообще-то 6-й апреля запись. Это запись 6-го апреля точно. Сегодня 7-й уже был дождь. Ну, а мы здесь сейчас повернем налево. Справа 23-й вот здесь. Ну, здесь ничего не делали. Там дальше чуть-чуть. А вот здесь, вот эту улицу, очень красиво по периметру облагородили. Вот 22-й тоже квартал. Вот это сейчас паспортный стол проезжаем. Это норово тоже очень. Тоже асфальт положили. Ну, а мы повернем на перекрыточки направо. Ну, а там где-то вот на той стороне регби были. Вот, если вы, помню, ходили. А вот справа, смотрите, вон освещение уличное. Магазин продает такой специализированный. Ну, а мы вот повернули направо. И поедем в сторону Уштепельского хакемиата. Вот справа, видите, дом строится. Вот он ни к селу, ни к городу. Так же вот справа 238-я школа. Ее еще называют президентская школа. Тоже такая элитная. Вот у нас заправка слева. Эта заправка, она со времен Советского Союза была. Помню, в детстве мы там летом ходили подрабатывать. Детьми когда были, чтобы в школе на 238-й вечерами фильмы ставили. Там стоило несколько копеек. И чтобы их заработать, мы ходили вот на эту заправку. Такие вот воспоминания. Ну, а здесь мы сейчас повернем в сторону Бишкай-Гагач. Вот мы сейчас едем по той полосе, где раньше ходил 17-й трамвай. Вот это тоже дорога, очень покрытие сделали хорошее. Вот здесь тоже что-то уже построили справа. Здание. В прошлом году его не было. Ну, а мы сейчас поедем прямо направо, кто помнит, в сторону Литературного института дорога. Ну, вот, а здесь уже разметки есть, но покрытие старое. Так, дырки, ямы эти все залатали, где-то залатали, где-то нет. Но ямы еще есть. Ну, а мы подъезжаем, вот, здесь перекресток, налево Берлик, автобус ходил, 17-й трамвай. Ну, здесь, смотрите, вот такую мечеть построили красивую. И здесь такой базарчик сделали, раньше его не было. Вот так вот все поменялось. Очень близко к дороге эта мечеть построена. Ну, мы сейчас поедем до конца. Раньше она в Фархадске была, сейчас здесь она по-другому называется. Назарбек или как-то называется. Точно не помню. Ну, эта улица, она такая же была узкая. Здесь вот сейчас справа какая-то школа будет. Это перекресток. И на следующем перекрестке мы повернем налево и поедем в Назарбек. У меня есть прошлый год мы ездили. Ну, теперь вот весной этого года проедемся в сторону Назарбек. Ну, мы в ту сторону ехали, мы оттуда выезжали. Вот очень много видеокамер, фиксаций. Надо быть бдительным. Вот мы едем сейчас в сторону Назарбек. Вот тоже здесь все так поменялось. Столько магазинов, все ярко. Вот корзинка тоже есть здесь, оказывается, смотрите. Ну, здесь вот как раз перекресток, где трамвай ходил. Ну, и те места смутно помню. Вот это вот, смотрите, какое грандиозное здание построили. Новостройка такая. В общем, Ташкент хорошеет. Ну, сейчас мы поедем еще на Назарбек. Так что ничем не отличается. Вот они, видеокамеры наверху. Слева тоже стоит. Но очень много видеокамер. Их устанавливают сейчас все больше и больше. Так что надо ездить аккуратно. Стараться не нарушать. Соблюдать правила. Ну, вот мы подъехали под мостом Кашкентской кольцевой дороги. Бетонка. Вот здесь вот налево. И вообще в этом районе много. Раньше тоже было. Помню, 25-30 лет назад там стройматериалы продавали. Ну, грузовики стояли с кирпичами. Сейчас тоже так. Ну, и здесь вот фост ГАИ был раньше. Знаки остались. Вот, считай, мы уже за пределами города. Точно, я не знаю, Назарбек вошел в город или нет. Не могу сказать. Сейчас все так меняется. Вот, смотрите, вот. Все красиво. Ряды магазинов, пунктов питания. А еще такого не было. Вот, посмотрите. Ну, и погода очень радует. Вот, все ярко так. В общем, в Ташкенте голодным никогда не останешься. Везде хлеб продают. Тандыры есть, шашлыки, плов. Магазины такие мелкие супермаркеты. Куча-куча. На каждом шагу. Вот, даже корзинка вот здесь. Два шага, говорит. Корзинка тоже здесь открылась. Там еще дальше идут ремонтные работы. Но мы-то оттуда не поедем. Ну, до места, где ремонт идет. И мы вернемся. Поедем в сторону Фархадского. И дальше поедем в Ташгу. Ташгу я зимой снимал. И вот сейчас проедемся. Сегодня весеннее, вот такое солнечная погода. посмотрим атмосферу. Как раз рабочий день. Там столько студентов. Так что будет интересно. Ну, а мы сейчас подъезжаем к конечному пункту. Именно в Назарбеке, где я должен буду оставить клиента и развернемся. Вот видите, здесь дорога прямо. Там что-то делает. Там, по-моему, железнодорожная наверное, мост делает. Точно не могу сказать. По-моему, там или мост делают, или что нового. Чтобы этот железнодорожный переезд объехать. Там какие-то работы ведутся. В общем, тоже удобно делают для жителей этого района. Потому что эти железнодорожные шлагбаумы они опасны и создают пробки и удобства. вот такой вот город стал красивый, чистый, уютный. в общем, очень приятно. Это все-таки солнечный свет оптимистическую энергию дает. Это точно. Вот они. наверху были видеокамеры. Вот здесь тоже магазины, оптим даже продают. Хлеб, самса, все штук годы. Одежда. Да, вот это вот Назарбек. Бывал я здесь очень-очень давно. случайно, не помню когда. Я имею ввиду до отъезда за границу. Здесь какие-то автобусы ходили. Вот такой вот. Сейчас пригород, ну, за город, если есть, вот так вот, везде так. В сторону Чингана и другие, наверное. Вот в Кемпингхват уже ездил. Я так думаю, сейчас везде так. Когда будет возможность, поеду за пределы и посмотрим, какие там будут виды. Вот видеофиксация есть здесь. гаишник тоже есть. Вот мы обратно вернулись в бетонке. ну, мы сейчас обратно поедем в сторону Фархадского рынка и оттуда уже поедем в Тожгу. вот здесь вот бетон как раз осталось под мостом. Раньше бетон как-то назвал, что там бетонные плиты были. вот мы сейчас обратно едем. Я сейчас обратно ехал, я специально свернул по дороге, где 17 трамвай ходил. Ну, чтобы не утомлять, не по той дороге, а вот где 17 ходил и где 79 автобус. Где вот мечеть, мы оттуда выйдем. Ну, показать вам эту часть. Вот смотрите, какие заправки. И вот на этом перекрестке мы сейчас повернем направо. по ней как раз по моему 17 трамвай ходил, если я не ошибаюсь. Даже не верить, что здесь трамвай ходили. Они вот прямо до конца шли, потом налево, и потом через мост раньше было. Ну, вот уже все переделали. Вот видите, везде вот видеокамеры стоят. Ну, вот здесь как бы немножко без изменений. вот как некоторые дома обновили. А много домов также стоят старого типа. Сейчас будет перекресток. Вон здесь вот мы налево поехали, направо Берлик автобус ездил. Вот я специально по этой поехал, чтобы показать. Вот здесь 79-й по-моему автобус ходил. Мы сейчас выйдем на тот перекресток, где вот мечеть построили. Слева она будет вот вот она и поедем прямо. как раз посмотрим, как дорога выглядит с этой стороны от Хакимьята и до Фархадского. Потому что вот отсюда уже вот с этого перекрестка уже новое покрытие. вот она начинается. И тут метро Челазар. Полностью вся дорога даже перед пешеходным переходом. Посмотрите, все сделано. вот вот он Хакимьят флагшток. Здесь мы под мостом раньше ловили рыбу. Сейчас по-моему туда даже не спустишься, все закрыто. Вот смотрите, вот как дорога здесь аккуратно красиво сделана. Все перекрестки. Это двора 21 квартал, слева 15 вот это девятиэтажка слева. Это по-моему наркологический диспансер. Вот видите столбы. Вот их куча сталкивающих. Еще нету видеокамер. они. Только только будут устанавливать. Вот так вот ну а мы сейчас подъезжаем к прокату. Справа вот за этой заправкой 229 школа. Это вот знаменитый прокат. Книжный магазин был раньше. и рядом вот этот прокат был. Ну а дороже вообще идеальная здесь. Тротуары. Разметка. Освещение. Вообще классно все сделали. вот вот так бы весь город сейчас сделали бы. Здесь начали здесь и улицу Наваи сделали. Вот пока я который знаю конкретно. конкретно. И вот улица Фурката тоже сделали. Ну а мы сейчас повернем налево. Это вот Фархадская. Бывшая Фархадская. Вот была базар перекресток. Все отлично. Вообще перекресток очень даже удобный стал. Раньше такой бардак был. Сейчас так удобно. Светофор все работает. Дороги все хорошие. Ну а здесь уже все. вот если бы все дороги так начали ну продолжали бы делать. Потому что сейчас еще где сделали это Война в Минал вот где метро выходит там внизу сделали тоже отлично дорогу. И вот Самарканд Арваза где торговый центр вот эта улица в сторону Буньоткар вот это Дружба народов вот это тоже улицу сделали. Тут тоже перекрестки все красиво все сделали. Ну а здесь мы поворачиваем налево едем в сторону Жуковской Болисы не отложка вот смотрите здесь тоже все так изменилось справа был спортивный интернат спортивная школа интернат сейчас по-моему тоже что-то такое слева 14 квартал сейчас эта улица называется уже Малая Кольцевая дорога вот раньше вот отсюда туда дальше по-моему за мостом уже Арча назывался улица Арча улица потом улица генерала Закова и дальше Софийская здесь что-то такое онкологическое тоже было больница по-моему точно не помню ну вот здесь все 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 поменялось это мост справа ГЭС или что-то такое ну а здесь вот уже очень много магазинов магазинов кафешек ну что-то строится что-то делают вот вот как вы заметили везде вот есть уже разметки почти по всему городу если 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 сплошную линию переезжаешь, штраф приходит. Ну или полоса, там не по полосе едешь тоже. Вот такие вот у нас красивые виды. Подъезжаем в Шапаис. Вот здесь тоже вот такой перекресток был загруженный с улицы Уйгура. Вот она, вот сейчас направо можно съехать. Тоже хорошую развязку сделали. Улица Уйгура идет под мостом. И здесь можно смело ехать прямо. Ну вот следующий перекресток. Тоже раньше трамваи ходили на левую сторону в штаб. Вот здесь тоже очень много заведений, где можно вкусно покушать. Здесь тоже вот все-все прям изменилось. Ну в часы пик здесь конечно тоже пробки. Очень загруженный улица. Сейчас уже везде начали клубнику продавать. Точно не знаю сколько стоит еще. Как-нибудь надо будет купить. Сейчас Рамадан. Поэтому надобности нет. Вот здесь вот тоже смотрите сколько бутиков, магазинов, вот эти новостройки. Все это тоже улица. Такая стала. Насыщенная. Раньше здесь ничего не было. А сейчас вот пожалуйста. Вон и деревья красиво. Вот эта аллея слева. Все ухожено. Правда елки одни по-моему ели. Деревья тоже посадили. Вот такая вот красота друзья. Все деревья с подпорками. Слева тоже вон все дома там. Новые есть. Новостройки вон есть. Тоже очень много магазинов. Вон сейчас подъезжаем перекрестку Фурката. Улица Фуркат Вот смотрите, справа тоже Такая новостройка Красивая Вот эту улицу тоже Полностью Реновацию сделали Вот здесь тоже Можете видеть Островки безопасности Вот такие вот Тротуары Покрытия Хуайдо Подъезжаем И далее будет Юбилейный Сейчас это Обновленный Анпамыш Ледовый дворец Вообще красиво Вот здесь тоже все Все здесь Сделали Вот отсюда И обратно До В общем До Урды Вот он слева Анпамыш Юбилейный Обновленный Очень красивый Этот перекресток В прошлом году Был Весь разбитый Такой Вот тоже Островки сделали Безопасности Очень удобно Сделали Вот здесь тоже Не было Вот смотрите Корзинка слева Флагшток И эта дорога Тожгу Она Односторонняя Ту дорогу Закрыли Которая Обратно Была Вычетом Пешеходу Ходит Здесь Очень Очень Много Студентов Как раз Справа Там Площадь Инсталляцию Делали Концерт Наверное Будет На Открытом Воздухе Ну а мы Подъезжаем Слева Тожгу Насправлюсь Городок Я немножко Заеду Налево Чтобы Показать вам Атмосферу Вот здесь Столько Студентов Вот он Тожгу Слева За зеленью Не видно Вот Немножко Проедусь Вот это Новый Корпус Тоже Какое-то Учебное Заведение Вот У меня есть Зимний Этот Обзорчик Ну вот Сейчас Вот смотрите Как он Выглядит Весной Ну а Отсюда Мы Развернемся Проедемся В сторону Вуз Городка И там Если я не Ошибаюсь Там По-моему Троллейбус На остановке Или что Там Круговой Было Вот я Туда Заеду И там Наша Поездка Закончится Вот Что там Было Я Смутно Помню Надеюсь Подписчики Подскажут Сейчас Подъедем Ну а Здесь Вот такая Вот Студенческая Атмосфера И машин Много И студентов Много Раньше Студенты Пешком Ходили Редко Кто на машине Приезжал По-моему Вот она Ностальгия Кто Помнит Многие Здесь Наверное Учились Много Времени Здесь Боже Сказать Побывали Вот И эта Дорога Сейчас Выезжает На Улице Талабалар Студент Студентов Короче Гусгородок Она Вот Односторонняя Ну а мы Сейчас Здесь Свернем Налево Там Такая Площадка Будет По-моему Там Какой-то Вот Здесь Вот То ли Конечное То ли Еще Что В общем Подскажете На этом Наша Поездка На сегодня Заканчивается Друзья Всем Желаю Удачи Здоровья Берегите Себя Приезжайте В Ташкент Кто Давно Не Был До свидания Пока До следующих Встреч Субтитры 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 Субтитры